Западная, 95. Телефон 25 04 29. 25 04 29. Субтитры предоставил DimaTorzok Приезжает медицинский работник, снимает квартиру, мы даем ему субсидию и у него получается льготная аренда. Ну, то есть все понятно и все ясно. Но если он, например, берет в аренду жилье, которое, например, можно будет приватизировать через систему потечного кредитования, ну, то есть фактически купить с ипотекой, то эту субсидию можно использовать как выплаты за ипотеку. Я считаю, что предложение правильное и я его поддержал. Сейчас идет оформление этих документов. Также глава области устранил давнюю несправедливость в отношении сахалинцев и курильчан, которые ужали на обучение в другие регионы, а потом возвращались трудиться в местных клиниках. Ранее они не могли пользоваться мерами соцподдержки, которые распространялись на приезжих и целевиков. Теперь принято решение уравнять эти две категории граждан. Повышение доступности медицинской помощи – одна из важнейших задач. Поэтому в регионе ведется целенаправленная работа по привлечению кадров в сферу здравоохранения. Первый в истории России пассажирский рейс прибыл в Северокурильск из Петропавловска-Камчатского 19 октября. Полет стал возможен благодаря строительству новой взлетно-посадочной полосы на Парамушире. Рейс выполнили воздушным судном Ан-28, которое может перевозить до 16 пассажиров. Северный Курилу находится в непростых климатических условиях. Связь с Большой Землей осуществляется посредством вертолетного и морского сообщений, которые сильно зависят от погоды. Новая взлетно-посадочная полоса должна снять ряд ограничений по приему воздушных судов пассажиров вместимостью до 19 человек. Улучшить регулярное авиасообщение с островом. Время в пути до Петропавловска-Камчатского сократится почти в полтора раза. А самым важным в Сахалинском филиале Фонда защитники Отечества прошла встреча советников-директоров по воспитанию и руководителя областного краеведческого музея Юрия Алина. Тема беседы – российско-японские отношения, этапы, проблемы и перспективы. Общение прошло в рамках образовательного историко-культурного проекта, который реализуется сторонниками партии «Единая Россия». С его помощью советникам легче донести до школьников и их родителей ответы на многие вопросы современности. Работа по актуализации их знаний, потому что они все люди опытные, и поэтому чему-то их учить, наверное, уже не стоит. А вот обратить внимание на наиболее острые, значимые моменты международных отношений, и в частности основная задача сегодня – это разобрать российско-японские отношения, их истории, их проблемы, их перспективы. Вот этим мы и будем заниматься в веденное нам время. Тема взаимоотношений всегда является темой актуальной, очень животрепещущей, и поэтому просмотреть ее в динамике исторической ретроспективы – это очень важно. Это даст возможность сделать правильные выводы, правильно донести информацию для ребят, для школьников, но и для родительской общественности, если будут возникать вопросы. Форум образования «Энергия будущего» проходит в Южно-Сахалинске. В рамках образовательной программы учащиеся психолого-педагогических классов участвуют в интерактивных играх, обсуждают особенности профессии преподавателя и учатся работать в педагогическом коллективе. Одна из площадок форума расположилась в 13-й школе. Мы третий год реализуем проект психолого-педагогических классов, и очень хочется уже сегодня не просто поменяться опытом и посмотреть на этот опыт, но сегодня тема встречи нашей с ребятами из педклассов – это коллектив, самое главное для которого – быть единым организмом. После регистрации участников и приветственного слова директора школы будущих педагогов разделили на четыре группы. В качестве наставников команд выступили выпускники психолого-педагогических классов и молодые педагоги. Ребята приняли участие в интерактивных играх на знакомства, сплочения, команда образования и доверия. Организаторы тренингов хотели донести до ребят важную мысль – эффективность работы любого педагогического коллектива зависит от умения слышать друг друга, уважать мнение каждого и смотреть в одном направлении. Также ребятам представилась возможность пообщаться с директорами школы с Хабаровского края и Белгородской области. Эксперты в сфере образования приехали из других регионов для участия в образовательном форуме и обмена опытом. Приехали мы на образовательный форум для того, чтобы посмотреть ваш опыт, опыт работы Южно-Сахалинска, посмотреть, какие площадки у вас есть, чем вы на сегодняшний день богаты. Хочу сказать, что нам очень понравилось в ваших школах. Мы были в первой гимназии, вот сейчас мы в 13-й школе, вчера мы были во второй гимназии. То есть каждая школа самобытна по-своему, в каждой школе есть своя изюминка. Форум образования «Энергия будущего» завершится в субботу. Он проходит на разных площадках Южно-Сахалинска – в детских садах, школах, институте развития образования, арт-резиденции «Маяк», городском парке. Участников ждёт насыщенная программа, включающая презентации эффективных управленческих моделей и обсуждение ключевых направлений развития сферы образования. Экипаж танка Т-80 «Алёша» встретился с участниками проекта «Будь готов» в полевом лагере Успеновского полигона в Южно-Сахалинске. Героический экипаж, известный своим подвигом во время атаки противника, делился своим опытом и навыками военной подготовки. Это очень важное событие. Действительно, люди могут задать вопросы о происходящих событиях на проводимой операции. Действительно, можно какие-то практические навыки узнать. Действительно, ребята подкованные, профессионалы, они герои настоящие. И они действительно могут повысить наш профессиональный уровень, интереснейшие рассказы словами не передать. Экипаж танка рассказал о своём героическом бое, в котором они уничтожили колонну противника из 8 единиц техники. За свой подвиг бойцы были награждены званием Героев России, а государственные награды были вручены им лично президентом Владимиром Путиным. Во время встречи танкисты особенно подчеркнули важность медицинской подготовки и психологического настроя, чтобы уметь оказать помощь в сложных ситуациях. Медицинская подготовка, грубо говоря, она пригодится везде. Самое главное – знать и применять. И всё. Проект «Будь готов» реализуется в Южно-Сахалинске по инициативе губернатора Валерия Лемаренко. Курс включает в себя занятия по тактической медицине, инженерной и огневой подготовке на базе ДОСААФ на полигоне Успеновском. Любой желающий может пройти обучение, обратившись в администрацию города по телефону на ваших экранах. Очень важно, проводя эти курсы, проводить вот такие встречи, показывая своим примером свой уровень патриотизма, свой уровень любви к нашей стране. И ты заряжаешься этой энергией. С начала 21 века в нашем мире произошло много изменений. Появились новые профессии, соответственно, новые возможности проявить себя. Сейчас информационные технологии играют ключевую роль в жизни каждого из нас. Благодаря компьютерному трёхмерному моделированию программисты научились создавать объёмную модель, сооружение или 3D-модель. Она наиболее полно описывает проект, позволяя увидеть конструкцию со всех сторон. Единственная школа 3D-моделирования, автомоделизма и робототехники в Южно-Сахалинске открывает набор на обучение будущих профессионалов в сфере IT-технологий. Есть творческое 3D-моделирование. Это, например, создание мультфильмов, видеоигры. Это как раз-таки основное направление сейчас. Основной потребитель 3D-моделей – это видеоигры и мультфильмы. То есть творческое 3D-моделирование. Это непосредственно то, чем мы с детьми занимаемся. То есть делаем модели для компьютерных игр и для мультфильмов. Уроки для детей проходят в свободном формате. У учеников школы нет каких-либо ограничений. Преподаватели всячески пытаются раскрыть творческий потенциал каждого ребенка. Во время занятий с ребятами подробно обсуждают актуальность 3D-моделирования и рассказывают о возможностях применения этих навыков. Трехмерное моделирование позволяет создать очень точную модель, максимально приближенную к реальности. 3D-технологии развиваются и усложняются с каждым днем. Начать изучение трехмерного моделирования с раннего возраста – это возможность дать ребенку старт в актуальной профессии. Пока делаем разные, пока учимся. Мне понравилось делать вот эту модель. Мы делали револьвер когда-то, делали автомобиль. Еще мы делали разные мельницы, здания. Аэропорт, я помню, делал приземление самолета. Для ребят, любящих творить руками, также существует направление в школе. Автомоделизм – одно из самых увлекательных и интересных занятий для детей разных возрастов. На уроках ученики собирают различные модели машин, изучают детали автомобилей и пробуют управлять ими. Преподаватели по этому направлению являются чемпионом Сахалинской области в соревнованиях по автомодельному спорту. В будущем у ребят появится возможность проявить себя в состязаниях по автомоделизму и создать собственные проекты радиоуправляемых машин. Здесь ребята изучают радиоуправляемые автомодели, начинают их собирать с нуля. Мы проходим очень много теорий для этого. Готовим ребят, в общем, в конце большому событию, для них это соревнования и, естественно, попадание в клуб, где ребята потом попадают в клуб и ездят на все российские соревнования, на Сахалинские соревнования. Для самых маленьких есть возможность обучиться азам робототехники. Это направление помогает развитию мелкой моторики, визуализации и воображения. Всего в школе открыты пять направлений, позволяющие детям и подросткам выбрать актуальную для современного мира профессию. Учащиеся общеобразовательных учреждений в возрасте от семи до пятнадцати лет. Творческие работы выполняются на любом материале формата А3, А4, в любой технике рисования и лепки. Итоги конкурса будут подведены до первого декабря. Победителей ждет денежное поощрение. Подробную информацию уточняйте по телефону 8-42-42-67-25-75. Мама, папа, работайте безопасно! Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области напоминает. Оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции находится под особым контролем государства. Изготовление и реализация спиртных напитков ненадлежащего качества представляет опасность для жизни и здоровья людей. Произведенный алкоголь подлежит обязательной маркировке. За незаконные производства, закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу спиртосодержащей продукции предусмотрена уголовная ответственность. Помни, продажа домашнего алкоголя физическими лицами запрещена. Забота, защита, уважение. Газификация Сахалинской области. В Сахалинской области активными темпами идет газификация домовладений и предприятий. С 2018 года уровень газификации региона увеличился в 4 раза и составил 57%. К 2026 году регион будет полностью газифицирован. Газ впервые придет и на Курильские острова. Для удобства жителей внедрена упрощенная процедура подачи заявки на подключение. Подать заявку можно в офисах единого оператора газификации, отделениях МФЦ, а также через портал Госуслуг. Действует компенсация оплаты на подготовку домовладения к приему газа до 152 тысяч рублей. Дополнительно, льготным категориям граждан компенсирует часть затрат на покупку внутридомового газоиспользующего оборудования. Благодаря переходу на газ платежи жителей за коммунальные услуги снижаются до 10 раз. Проект реализуется по инициативе губернатора Валерия Лемаренко. Забота, защита, уважение. Ремонт подъездов и дворов. В Сахалинской области каждый год проходит масштабный ремонт общественных пространств. В 2022 году было отремонтировано 1192 двора. В 2023 году в порядок приведут не менее 1200 дворов. Только в Южно-Сахалинске планируется текущий ремонт 600 дворов, что в полтора раза больше прошлого года. В 2022 году проведен ремонт более 740 подъездов и 340 входных групп. Таких объемов на Сахалине и Курилах не делали никогда. На 2023 год запланированы рекордные цифры – 4000 подъездов и 301 входная группа. За два года планируется отремонтировать все подъезды, которые требуют внимания. Проект реализуется по инициативе губернатора Валерия Лемаренко. На фоне проведения специальной военной операции активизируется деятельность запрещенных на территории России украинских радикальных и националистических формирований. С помощью интернета они вербуют новых участников, в том числе несовершеннолетних. Помните, содействие иностранному государству, международным организациям, их представителям в террористической и экстремистской деятельности, а также оказание финансовой, консультационной и иной помощи, направленной против безопасности Российской Федерации, сурово карается законом, вплоть до пожизненного лишения свободы. О попытках вербовки представителями радикальных структур сообщи по телефону доверия 8-42-42-72-40-83. Эвакуация – мероприятие срочное, безотлагательное, направленное на сохранение жизни и здоровья людей. А знаете ли вы план эвакуации здания, в котором работаете? Обращаете ли вы внимание на указатели путей эвакуации в местах общественного пользования, торгового центра, ночного клуба или школы? Вы думаете, у вас будет время познакомиться с этой информацией позже? Практика показывает, что позже значит никогда. Обратите свое внимание на план эвакуации сейчас. Эти знания могут спасти вам жизнь. Единый номер вызова экстренных служб 112. Акция «Добро в село» побывала в Охотском. В рамках проекта специалисты наркодиспансера, спеццентра и другие медицинские специалисты приезжают в районы, чтобы улучшить доступность медицинской помощи для сельского населения. Цель проекта – обеспечить людям, проживающим в сельских районах, возможность сохранить здоровье и больше внимания уделить профилактике. Пациенты получают возможность своевременно обращаться за помощью, получать необходимое лечение и продолжать свою повседневную деятельность, не переживая о необходимости ездить в город для записи на прием. В принципе, мы максимально приближаем к сельским жителям медицинскую помощь. Ну и плюс, конечно, в нашу копилку возможность провести телеконсультацию, когда без выезда в город дополнительного, либо без приезда докторов, фельдшер проводит консультацию либо врач-врачу, то есть без пациента, либо с пациентом. Отмечу, что в рамках акции также была проведена лекция о вреде алкоголя и курения. Посетители получили информацию о последствиях этих вредных привычек и важности отказа от них для поддержания здоровья. Профилактическое мероприятие направлено на преодоление употребления психоактивных веществ, в первую очередь, самых актуальных в рамках того места, где мы находимся. Это в большей степени никотиносодержащие изделия и употребление алкоголя. Медицинские бригады провели осмотры и консультации на месте, а также выдали направление к узким специалистам в случае необходимости. Не все могут, допустим, поехать в тот же областной центр, а так есть возможность прийти спокойно, вот как сами видите, ни в очереди, ничего, спокойно, без всяких проблем. На жителя Долинского района возбудили уголовное дело за незаконную заготовку 12 килограммов китовой икры. Его поймали на реке Большой Такой, сообщает областное управление МВД. 47-летний мужчина в ночь на 16 сентября находился на реке в селе Сокол. Киту он добыл с очком, запрещенным орудием. Далее сахалинец заготовил 12 килограммов икры-сырца стоимостью 27 400 рублей за кило. Общий ущерб государству составил почти 342 тысячи рублей. Незаконную добычу выявил представитель Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства. Он вызвал полицию. Сдавал назад и наехал на ребенка, который присел на корточке на дороге. ДТП произошло в Южно-Сахалинске. Подробности рассказали в городской ГИБДД. По предварительным данным, 19 октября в седьмом часу вечера 41-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Mark II, двигался в северном направлении по улице Поповича. В районе дома номер 58 при движении задним ходом в придворовой территории совершил наезд на пятилетнего ребенка, сидевшего на проезжей части. В результате ДТП малыш получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка. 19 октября в Тымовском загорелся частный дом по улице Западной. Огонь охватил все строение. К моменту прибытия пожарных открытым пламенем горел жилой дом с хозяйственными постройками на площади 400 квадратных метров. В тушении задействовали 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины пожара устанавливают. Подросток пропал в Южно-Сахалинске. 14-летний Александр Валентинович Антонайтис ушел из дома днем 18 октября и до сих пор не вернулся. О том, где он находится, ничего не известно. Приметы рост примерно 170 сантиметров. Ходощавое телосложение, короткие русые волосы. Особая примета – татуировка на ноге на голеностопе, на руке татуировка в виде крестика, на левом ухе дырка от сережки. Был одет в черную куртку с капюшоном, черные джинсы и серые кроссовки. При себе был светлый портфель с оранжевыми надписями. Проверку по факту исчезновения несовершеннолетнего проводит Следственный комитет. Если вы обладаете информацией, которая поможет установить, где находится Александр, откликнитесь. Являются ли участники данного тендера чьим-либо родственниками или заинтересованными лицами? Тогда предлагаю единогласно утвердить данного претендента на получение финансирования. Отлично поработали, пап. Карта Сахалинца заменяет полис ОМС и СНИЛС, дает возможность получать заработную плату и пенсию на карту, а также экономить на покупках в магазинах-партнерах. В каждом городе области есть торговые точки, в которых можно получать скидки до 15%. Сэкономить можно на продуктах питания, медикаментах, бытовых принадлежностях, услугах салонов красоты, стройматериалах. Еще одно преимущество – скидка 10% на любой тариф канатной дороги горного воздуха. Пополнить баланс карты можно онлайн. Список магазинов-партнеров проекта можно посмотреть на сайте «Карта Сахалинца» или в приложении «Острова 65». Забота, защита, уважение. Продукты питания с минимальной наценкой. Экономить на продуктах питания жителям Сахалинской области помогают торговые точки эконом-форматы. Главное преимущество социальной торговли – это низкая наценка на продукты питания, не более 15%. Списки продуктов по социальной цене – хлебобулочные и макаронные изделия, мясная продукция, консервы, сахар, соль, яйцо, чай, овощи и фрукты. Всего на Сахалине и Курилах действует 758 торговых точек эконом-формата, 153 социальных магазина, 482 фирменные торговые сети сахалинских производителей, 123 передвижных объекта торговли, в 2022 году в области провели 12896 ярмарок. Проект реализуется по инициативе губернатора Валерия Лемаренко. На Сахалине и Курилах 150 тысяч жителей имеют хронические заболевания, диабет, гипертония, онкология. С этими заболеваниями люди привыкают жить, не всегда зная, на какую медицинскую помощь они могут рассчитывать. Решить эту проблему жителям теперь помогают проводники здоровья. Проводники здоровья помогают быстрее получить медицинскую помощь, записаться к врачам, напоминают о визите в поликлинику, поддерживают психологически. Каждый проводник здоровья проходит специальное обучение. Сегодня таких персональных администраторов более 500 человек. Среди проводников здоровья нет случайных людей. Это отзывчивые и компетентные сотрудники. Многие из них в прошлом сами перенесли сложные заболевания. Они хорошо знают, как важна поддержка для людей с хроническими и тяжелыми болезнями. Проект реализуется по инициативе губернатора Валерия Лемаренко. Министерство социальной защиты Сахалинской области. Новые правила получения субсидий на покупку угля. Деньги на приобретение угля теперь можно получить авансом. Для этого необходимо позвонить на горячую линию регионального министерства ЖКХ по телефону 8 800 300 200 или с мобильного звездочка 0065. Сообщить оператору свои персональные данные, объем топлива и удобный день для доставки. Открыть собственный социальный счет на сайте Центра социальной поддержки или через сайт Министерства социальной защиты. После этого необходимо подать заявление для авансирования в Центр социальной поддержки Сахалинской области. В течение 7 рабочих дней деньги поступят на ваш социальный счет, который спишутся в момент покупки угля. Ночной завек возвращается в Южно-Сахалинск. 20 октября 2023 года. Стань участником масштабного события. Проверь свои силы и преодолей 2800 метров по трассе от площади Славы до средней станции горного воздуха. Участников ожидает розыгрыш призов, среди которых iPhone, Apple Watch и другие крутые подарки от партнеров. А также горячий чай на финише. Присоединяйся к зрелищной гонке. Подробности и регистрация на сайте rushrunning.com. Количество слотов ограничено. Присоединяйся к зрелищной гонке. Присоединяйся к зрелищной гонке. Присоединяйся к зрелищной гонке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Право каждого работника на выплату заработной платы не ниже уровня МРОД определено Трудовым кодексом. Это базовая государственная гарантия. При этом установленный государством минимум может быть повышен на региональном уровне. У субъектов Российской Федерации есть такое право. Так, например, в Сахалинской области стороны социального партнерства, областные профсоюзы, объединения работодателей, правительства Сахалинской области договорились и установили соглашением размер минимальной заработной платы на 2023 год 16 400 рублей. Более того, в некоторых сферах экономики Сахалинской области заключены отраслевые соглашения, в которых планка гарантий по оплате труда повышена еще больше. С отраслевыми соглашениями можно ознакомиться на сайте Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области. Отмечу, что региональные соглашения распространяются на Сахалинской организации всех форм собственности, кроме федеральных. И кроме тех работодателей, кто в установленном порядке отказался от соглашения. Входят ли в МРОД районный коэффициент и процентные надбавки? Нет, не входят. Районные коэффициенты и процентные надбавки должны начисляться сверх минимального размера оплаты труда. Это касается также и других компенсационных выплат, когда человек работает в условиях, отклоняющихся от нормальных. Например, во вредных условиях труда, сверхурочно, в ночное время, в выходные, нерабочие и праздничные дни или выполняет дополнительную работу в порядке совмещения должностей. Минимальный размер оплаты труда – это оплаты труда за норму, без учета таких дополнительных выплат. Заработная оплата может быть начислена меньшим РОД, если работнику установлено неполное рабочее время или он не полностью отработал свою норму. Например, в связи с отпуском или болезнью. В ином случае начисление работнику заработной платы ниже минимального размера влечет за собой ответственность работодателя, вплоть до уголовной. Хочу отметить, что размер минимальной заработной платы не является ограничением для реализации более высоких гарантий по оплате труда. Работодатели не должны подгонять под минималку заработную плату своих работников. Она просто не может быть одинаковой у работников с разной квалификацией и выполняющих различную по своей сложности работу. И совершенно недопустимы случаи, когда работнику официально установлена минимальная заработная плата, а остальную часть заработка он получает в конверте. Работодатели, не нарушайте закон! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Перечень мер поддержки для медицинских работников Сахалинской области будет расширен. Такое решение принял губернатор региона Валерий Лемаренко. Теперь медицинские работники смогут получать компенсацию потечного платежа на свое собственное жилье за счет бюджета области. Приезжает медицинский работник, снимает квартиру. Мы даем ему субсидию, и у него получается льготная аренда. Ну, то есть все понятно и все ясно. Но если он, например, берет в аренду жилье, которое, например, можно будет приватизировать через систему потечного кредитования, ну, то есть фактически купить с ипотекой, то эту субсидию можно использовать как выплаты за ипотеку. Я считаю, что предложение правильное, и я его поддержал. Сейчас идет оформление этих документов. Также глава области устранил давнюю несправедливость в отношении сахалинцев и курильчан, которые ужали на обучение в другие регионы, а потом возвращались трудиться в местных клиниках. Ранее они не могли пользоваться мерами соцподдержки, которые распространялись на приезжих и целевиков. Теперь принято решение уравнять эти две категории граждан. Повышение доступности медицинской помощи – одна из важнейших задач. Поэтому в регионе ведется целенаправленная работа по привлечению кадров в сферу здравоохранения. Первый в истории России пассажирский рейс прибыл в Северокурильск из Петропавловска-Камчатского 19 октября. Полет стал возможен благодаря строительству новой взлетно-посадочной полосы на Парамушире. Рейс выполнили воздушным судном Ан-28, которое может перевозить до 16 пассажиров. Северный Курилл находится в непростых климатических условиях. Связь с Большой Землей осуществляется посредством вертолетного и морского сообщений, которые сильно зависят от погоды. Новая взлетно-посадочная полоса должна снять ряд ограничений по приему воздушных судов пассажиров вместимостью до 19 человек, улучшить регулярное вес сообщения с островом. Время в пути до Петропавловска-Камчатского сократится почти в полтора раза. А самым важным в Сахалинском филиале Фонда защитники Отечества прошла встреча советников-директоров по воспитанию и руководителя областного краеведческого музея Юрия Алина. Тема беседы – российско-японские отношения, этапы, проблемы и перспективы. Общение прошло в рамках образовательного историко-культурного проекта, который реализуется сторонниками партии «Единая Россия». С его помощью советникам легче донести до школьников и их родителей ответы на многие вопросы современности. Работа по актуализации их знаний, потому что они все люди опытные, и поэтому чему-то их учить, наверное, уже не стоит. А вот обратить внимание на наиболее острые, значимые моменты международных отношений и, в частности, основная задача сегодня – это разобрать российско-японские отношения, их историй, их проблем, их перспективы. Вот этим мы и будем заниматься в отведенное нам время. Тема взаимоотношений всегда является темой актуальной, очень животрепещущей, и поэтому просмотреть ее в динамике исторической ретроспективы – это очень важно. Это даст возможность сделать правильные выводы, правильно донести информацию для ребят, для школьников, но и для родительской общественности, если будут возникать вопросы. Форум образования «Энергия будущего» проходит в Южно-Сахалинске. В рамках образовательной программы учащиеся психолого-педагогических классов участвуют в интерактивных играх, обсуждают особенности профессии преподавателя и учатся работать в педагогическом коллективе. Одна из площадок форума расположилась в 13-й школе. Мы третий год реализуем проект психолого-педагогических классов, и очень хочется уже сегодня не просто поменяться опытом и посмотреть на этот опыт, но сегодня тема встречи нашей с ребятами из педклассов – это коллектив, самое главное для которого – быть единым организмом. После регистрации участников и приветственного слова директора школы, будущих педагогов разделили на четыре группы. В качестве наставников команд выступили выпускники психолого-педагогических классов и молодые педагоги. Ребята приняли участие в интерактивных играх на знакомство, сплочении, командообразование и доверие. Организаторы тренингов хотели донести до ребят важную мысль – эффективность работы любого педагогического коллектива зависит от умения слышать друг друга, уважать мнение каждого и смотреть в одном направлении. Также ребятам представилась возможность пообщаться с директорами школы из Хабаровского края и Белгородской области. Эксперты в сфере образования приехали из других регионов для участия в образовательном форуме и обмена опытом. Приехали мы на образовательный форум для того, чтобы посмотреть ваш опыт, опыт работы Южно-Сахалинска, посмотреть, какие площадки у вас есть, чем вы на сегодняшний день богаты. Хочу сказать, что нам очень понравилось в ваших школах. Мы были в первой гимназии, вот сейчас мы в 13-й школе, вчера мы были во второй гимназии. То есть каждая школа самобытна по-своему. В каждой школе есть своя изюминка. Форум образования «Энергия будущего» завершится в субботу. Он проходит на разных площадках Южно-Сахалинска, в детских садах, школах, институте развития образования, арт-резиденции «Маяк», городском парке. Участников ждет насыщенная программа, включающая презентации эффективных управленческих моделей и обсуждение ключевых направлений развития сферы образования. Экипаж танка Т-80 «Алеша» встретился с участниками проекта «Будь готов» в полевом лагере Успеновского полигона в Южно-Сахалинске. Героический экипаж, известный своим подвигом во время атаки противника, делился своим опытом и навыками военной подготовки. Это очень важное событие. Действительно, люди могут задать вопросы о происходящих событиях на проводимой операции. Действительно, можно какие-то практические навыки узнать. Действительно, ребята подкованные, профессионалы. Они герои настоящие. И они действительно могут повысить наш профессиональный уровень. Интереснейшие рассказы словами не передать. Экипаж танка рассказал о своем героическом бое, в котором они уничтожили колонну противника из восьми единиц техники. За свой подвиг бойцы были награждены званием Героев России, а государственные награды были вручены им лично президентом Владимиром Путиным. Во время встречи танкисты особенно подчеркнули важность медицинской подготовки и психологического настроя, чтобы уметь оказать помощь в сложных ситуациях. Медицинская подготовка, грубо говоря, она пригодится везде. Самое главное – знать и применять. И все. Проект «Будь готов» реализуется в Южно-Сахалинске по инициативе губернатора Валерия Лемаренко. Курс включает в себя занятия по тактической медицине, инженерной и огневой подготовке на базе ДОСААФ на полигоне Успеновском. Любой желающий может пройти обучение, обратившись в администрацию города по телефону на ваших экранах. Очень важно, проводя эти курсы, проводить вот такие встречи, показывая своим примером свой уровень патриотизма, свой уровень любви к нашей стране. И ты заряжаешься этой энергией. Доставляем щебень, песок, землю, чернозем, навоз, уголь, сеянный без песка, дрова колотые. Звоните! 3155-22 3155-22 Профессионал 65 Современное оборудование для салонов красоты Залог успеха вашего бизнеса Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит Профессионал 65 Специализированное оснащение студии красоты Переулок Мартовский 1Б Телефон 25 50 25 25 50 25 Хотите автомобиль из Японии, Южной Кореи и Китая по выгодным ценам? Компания JapanSoul привезет авто в ваши мечты в кратчайшие сроки. JapanSoul. Звони 30 29 30 Хотите, чтобы луковицы цветов легко прижились на новом месте? Вам нужен Цион. Цион снизит стресс при посадке, а весной обеспечит вашим любимым тюльпанам, нарциссам и крокусам Сбалансированное питание в нужный момент, в необходимом количестве и без лишних хлопот Натурально, заботой о природе Цион при посадке нужен он Встречайте, та самая белорусская ярмарка Посмотрите на это качество Такая обувь может прослужить не один год, даже если у вас проблемная стопа Афинские плащи, ветровки и куртки порадуют вас качество материала, кроем и продуманной эргономикой 200 видов обуви, 300 видов верхней одежды по низкой цене С 16 по 22 октября в Южно-Сахалинске ДК железнодорожников, вокзальная 55 Корсаковский магазин «Мясной закружной» теперь открылся и в Южно-Сахалинске Вкусные полуфабрикаты и большой выбор мяса в авторских маринадах Все качественное, свежее и очень вкусное «Мясной закружной» на Мира 456 Построй свой путь в мире креативных индустрий Стань повелителем кисти, рыцарем карандаша, лордом живописи, художником на компе и наяву Поступай с нами в лучшие арт-вузы страны Арт-школа Малевичи ждет именно тебя Ритуальное агентство «Черная роза» возьмет все сложности, связанные с вашей утратой на себя Предоставит прощальный зал и поможет вам достойно проводить близкого человека в последний путь Круглосуточный телефон 29 39 07 Город Южно-Сахалинск, он всегда является лидером в строительстве жилья на территории Сахалинской области В среднем до половины квадратных метров дает именно наш муниципалитет Если говорить по этому году, то в текущем году мы планируем достичь показателя порядка 250 тысяч квадратных метров жилья Из них более 100 тысяч это жилье построенное населением, то есть индивидуальные жилые дома Муниципалитет при поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Игоря Черемаренко Правительство Сахалинской области реализует программу по переселению граждан из аварийного жилого фонда Посредством строительства нового жилья В текущем году мы завершаем строительство и в следующем уже будем заселять жилой дом по переулку Горького в Новоалександровке И также продолжаем строительство по улице Больничной, также жилого дома для переселения граждан из аварийного жилья В следующем году планируем завершить это строительство и людей переселять Помимо социального жилья у нас еще развивается строительство коммерческого жилья Это такие жилые комплексы, как «Авангард», «Большая полянка в Дальнем», «Южный парк» на перекрестке Миропольничной. Мы помогаем взаимодействовать застройщикам с ресурсоснабжающими организациями, оказываем всяческую информационную поддержку, сокращаем сроки административных процедур по выдаче различной разрешающей документации, тем самым сокращая сроки строительства. Реализуются два масштабных инвестиционных проекта. Это жилая застройка на территории парка Уюн и жилая застройка в южной части города – это жилой комплекс «Горизонт». Жилой комплекс «Горизонт» в своем составе уже на сегодня имеет два детских садика, квартирные жилые дома, достраивается школа, максимально развитая инженерная инфраструктура, то есть это и котельная, и электрическая подстанция. В следующем году туда уже в первую очередь строительство будут заезжать граждане, ну и жильцы. И в следующем же году у Соколинского апотечного агентства продолжит строительство, уже вторая очередь жилищного комплекса «Горизонт» будет реализована. Жилой комплекс «Уюн» также включает в себя не только многоквартирные дома, но еще и школа, садик в перспективе к строительству на данной территории, в том числе и паркинг, что немаловажно в условиях плотной городской застройки и отсутствия парковочных мест для жильцов. С начала 21 века в нашем мире произошло много изменений, появились новые профессии, соответственно, новые возможности проявить себя. Сейчас информационные технологии играют ключевую роль в жизни каждого из нас. Благодаря компьютерному трехмерному моделированию программисты научились создавать объемную модель, сооружение или 3D-модель. Она наиболее полно описывает проект, позволяя увидеть конструкцию со всех сторон. Единственная школа 3D-моделирования, автомоделизма и робототехники в Южно-Сахалинске открывает набор на обучение будущих профессионалов в сфере IT-технологий. Есть творческое 3D-моделирование. Это, например, создание мультфильмов, видеоигры. Это как раз-таки основное направление сейчас. Основной потребитель 3D-моделей – это видеоигры. И мультфильмы, то есть творческое 3D-моделирование. Это непосредственно то, чем мы с детьми занимаемся. То есть делаем модели для компьютерных игр и для мультфильмов. Уроки для детей проходят в свободном формате. У учеников школы нет каких-либо ограничений. Преподаватели всячески пытаются раскрыть творческий потенциал каждого ребенка. Во время занятий с ребятами подробно обсуждают актуальность 3D-моделирования и рассказывают о возможностях применения этих навыков. Трехмерное моделирование позволяет создать очень точную модель, максимально приближенную к реальности. 3D-технологии развиваются и усложняются с каждым днем. Начать изучение трехмерного моделирования с раннего возраста – это возможность дать ребенку старт в актуальной профессии. Пока делаем разные, пока учимся. Мне вот понравилось делать вот эту модель. Мы делали револьвер когда-то, делали автомобиль. Еще мы делали разные мельницы, здания. Аэропорт, я помню, делал приземление самолета. Для ребят, любящих творить руками, также существует направление в школе. Автомоделизм – одно из самых увлекательных и интересных занятий для детей разных возрастов. На уроках ученики собирают различные модели машин, изучают детали автомобиля и пробуют управлять ими. Преподаватель по этому направлению является чемпионом Сахалинской области в соревнованиях по автомодельному спорту. В будущем у ребят появится возможность проявить себя в состязаниях по автомоделизму и создать собственные проекты радиоуправляемых машин. Здесь ребята изучают радиоуправляемые автомодели, начинают их собирать с нуля. Мы проходим очень много теорий для этого. Готовим ребят, в общем, в конце большому событию, для них это соревнование и, естественно, попадание в клуб, где ребята потом попадают в клуб и ездят на все российские соревнования, на Сахалинские соревнования. Для самых маленьких есть возможность обучиться азам робототехники. Это направление помогает развитию мелкой моторики, визуализации и воображения. Всего в школе открыты пять направлений, позволяющие детям и подросткам выбрать актуальную для современного мира профессию. На жителя Долинского района возбудили уголовное дело за незаконную заготовку 12 килограммов китовой икры. Его поймали на реке Большой Такой, сообщает областное управление МВД. 47-летний мужчина в ночь на 16 сентября находился на реке в селе Сокол. Киту он добыл с очком, запрещенным орудием. Далее сахалинец заготовил 12 килограммов икры-сырца стоимостью 27 400 рублей за кило. Общий ущерб государству составил почти 342 тысячи рублей. Незаконную добычу выявил представитель Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства. Он вызвал полицию. Сдавал назад и наехал на ребенка, который присел на корточке на дороге. ДТП произошло в Южно-Сахалинске. Подробности рассказали в городской ГИБДД. По предварительным данным, 19 октября в седьмом часу вечера 41-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Mark II, двигался в северном направлении по улице Поповича. В районе дома номер 58 при движении задним ходом в придворовой территории совершил наезд на пятилетнего ребенка, сидевшего на проезжей части. В результате ДТП малыш получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка. 19 октября в Тымовском загорелся частный дом по улице Западной. Огонь охватил все строение. К моменту прибытия пожарных открытым пламенем горел жилой дом с хозяйственными постройками на площади 400 квадратных метров. В тушении задействовали 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины пожара устанавливают. Подросток пропал в Южно-Сахалинске. 14-летний Александр Валентинович Антонайтис ушел из дома днем 18 октября и до сих пор не вернулся. О том, где он находится, ничего не известно. Приметы рост примерно 170 сантиметров. Ходощавое телосложение, короткие русые волосы. Особая примета – татуировка на ноге на голеностопе, на руке татуировка в виде крестика, на левом ухе – дырка от сережки. Был одет в черную куртку с капюшоном, черные джинсы и серые кроссовки. При себе был светлый портфель с оранжевыми надписями. Проверку по факту исчезновения несовершеннолетнего проводит Следственный комитет. Если вы обладаете информацией, которая поможет установить, где находится Александр, откликнитесь. Спонсор прогноза погоды – компания «Цион Рус». «Цион» – добрый гений для ваших растений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хотите, чтобы луковицы цветов легко прижились на новом месте? Вам нужен «Цион». «Цион» снизит стресс при посадке, а весной обеспечит вашим любимым тюльпанам, нарциссам и крокусам сбалансированное питание в нужный момент, в необходимом количестве и без лишних хлопот. Натурально, заботой о природе. «Цион» – при посадке нужен он. Овны. Неплохое время для общения. Удачно пройдут деловые встречи, а разговоры с близкими будут особенно приятными. На новых знакомых вы произведете хорошее впечатление, а неохотно откликнутся на многие ваши предложения. Вам во многом повезет. Это время подойдет для того, чтобы реализовать какие-то смелые планы, воплотить в жизнь идеи, которые вам особенно по душе. Звезды поддержат ваше начинание, и добиться нужных результатов окажется проще, чем вы ожидали. Это время в вашей жизни может оказаться непростым. Вам непросто будет собраться с мыслями, решить, за что вы возьметесь в первую очередь, а что оставите на потом. Постарайтесь определиться с планом действий как можно раньше. Это позволит избежать лишней суеты и ничего не упустить из виду. Добиться успеха во многих делах вам поможет умение ладить с окружающими, быстро находить подход к новым знакомым, производить хорошее впечатление даже на тех, кто обычно всеми недоволен. Не исключено начало сотрудничества, которое не только окажется полезным для вас, но и подарит массу позитивных эмоций. Львы Сейчас вы настроитесь на решительный лад и не упустите шанс осуществить то, что было задумано давным-давно. Кое-какие трудности на пути могут возникнуть, но они не напугают вас и не заставят бросить начатое. Справиться с проблемами помогут проверенные союзники или старые друзья. Девы Это время принесет немало забот, окажется очень интересным и насыщенным. Придерживаться старых планов едва ли удастся, куда вероятнее, что появятся какие-то срочные дела. Вам придется исправлять чужие ошибки или завершать то, что начали и бросили другие. Бесы Вы легко найдете общий язык с новыми знакомыми. Догадайтесь об истинных желаниях тех, с кем впервые встретились совсем недавно. Будет возможность укрепить деловые связи. Не исключено, что у вас появятся новые союзники, с которыми вы вскоре подружитесь. Скорпионы Вам важно сейчас сохранять самообладание. Это время не подойдет для того, чтобы идти на поводу эмоций, совершать необдуманные поступки. Дайте себе немного времени на то, чтобы разобраться в ситуации и составить план действий. Все сразу станет проще, когда вы определитесь с целями, решите, с чего начнете, а что оставите на потом. Стрельцы Не тратьте время напрасно. Чем раньше вы возьмете за решение важных задач, тем проще будет с ними справиться. Во многих делах помогут новые знакомые. Сотрудничество с ними может положить начало долгой дружбе, которую вы будете очень ценить. Козероги Действуйте осторожно и старайтесь не спешить. Это время будет достаточно благоприятным, однако необдуманный поступок или слова, сказанные сгоряча, могут все испортить. Если потребуется помощь или совет, обращаться за ними стоит к давним знакомым. Благодаря их поддержке вы быстро добьетесь цели. Водолеи Многие проблемы, прежде огорчавшие вас, сейчас решатся на удивление легко. И дело здесь будет не столько в удачном стечении обстоятельств, сколько в вашей интуиции. Она окажется особенно острой и вовремя подскажет, о чем думают окружающие и чего они на самом деле хотят от вас. Рыбы Положение звезд будет благоприятным с деловой точки зрения. Оно не принесет рабочих проблем, с которыми вы не смогли бы справиться. А вот интересными задачами порадует. Вы не только добьетесь успеха, но и привлечения внимания окружающих к тем своим знаниям и талантам, о которых прежде почти никто не догадывался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Какую музыку вы предпочитаете? Старую. Вот музыка играет, тоже нравится. Я предпочитаю популярную музыку. Просто потому что, наверное, тот же у меня вкус, что и у большинства людей. У меня меломан, мне без разницы, в принципе, что понравится, то я слушаю. Я могу слышать разную музыку из интереса. В частности, я сам много лет занимаюсь музыкой, но предпочитаю все-таки рок потяжелее. Я разную предпочитаю. Ну, Розенбаум мне нравится. Что еще? Ну, Битлз, то само собой, с детства, наверное, так. Такие композиции были интересные. Ну, то, что была вот раньше, вот, в мою молодость, более понятно, а сейчас вообще, что поют, непонятно же. Да, почти никакой, наверное. Люблю музыку из старых советских фильмов. Я из того поколения, когда была популярна музыка 90-х, 80-х, и я очень люблю Майкла Джексона, Сандру. Вот какие-то такие вот музыкальные предпочтения. Рок. И почему? Ну, она заряжает энергией. Бывает, после работы устаешь, идешь по улице и слушаешь, так сразу настроение поднимается классно. Я вообще меломан. Любую. По настроению. Какую песню вы напевали в последнее время? Христианский. Хожу в церковь, вот, и поем там христианский, и все эти песни христианские поем. Последнее время я слушаю в основном старые песни. Какую песню конкретно? Центр зима. Можете напить? Несколько строчек. Нет, я стесняюсь. Как они? Бэкстрит бойс. Которые... Вот это вот. Губин. Ночь. Стояно в голове крутится у меня. Последнее время. Плавня шорох, наверное. И легавое застыло чутко. Разымбал. Хожу, вот, слушаю по парку. Хожу на лушниках. Плавня шорох. И легавое застыло чутко. А до выстрела только повезло опять не мне. Вечереет и над озером летают утки. Стосковавшись, утка осенью в большой цене. Я не напеваю песню. Но если только тутс, тутс, тутс. Последнее время, наверное, старый клён. Мне очень нравится песня у Майкла Джексона «Бэт». Классная. Она такая озорная, веселая, здоровская. Как она? Мания? Хелебой? 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 Ищите качественный уголь? Приходите. Отборный, сортовой уголь. Проверенное и надежное качество. То, что вы искали. Улица 2-я Хабаровская, 37. Телефоны 48-57-77-41-43-33. Поступай в лучшие вузы страны. Школа абитуриента открывает окна и двери будущей карьеры. Прокачайся перед школой. Повысь успеваемость. Получи кучу баллов на экзаменах. Стань лучшим в Олимпиадах. 43-25-25. Московский пластический хирург Головатая Ирина Вячеславовна проводит приемы операции на Сахалине. Более пяти лет сотрудничает с клиникой эстетической медицины «Золотая линия», выполняя широкий спектр пластических операций. Все операции проводятся на базе железнодорожной больницы. Скорректировать недостатки, подчеркнуть достоинства можно здесь и сейчас. Запись на прием по телефону 27-97-97. Город Южно-Сахалинск, улица Невельского, 58. Клиника эстетической медицины «Золотая линия». Оилбар – это преимущество и выгода в цене. Масло из бочки с выгодой до 20%. В наличии под заказ расходники и запчасти. Мы работаем с мировыми брендами и надежными поставщиками. С заботой о вашем автомобиле «Оилбар». Нас узнают по бочкам. Южно-Сахалинск, улица Пуркаева, 63. Лада-центр, западное крыло. Телефон 270-570. Низкие и такие близкие цены в столичном. Чай «Черный Гринфилд» – 88 рублей 80.